Елена Валюшкина молчала бы и дальше, если бы не случайный кадр. Елена Викторовна замечательная и талантливая российская актриса. 8 декабря ей исполнился 61 год. С детства Леночке нравилось устраивать сценки перед взрослыми и гостями, поражая всех своих артистичностью. И уже в школьные годы она поняла, что хочет связать свою судьбу со сценой и театром. Наша героиня отличалась от своих сверстников веселым характером и общительностью. Заметив артистичные способности внучки, бабушка записала ее в разные кружки – танцевальной, художественной, музыкальной. Леночка была очень старательной и способной ученицей. В 15 лет она уже знала три языка – испанский, французский и английский. А также Елена прекрасно освоила игру на фортепиано и гитаре. В общем и целом девушка полностью была готова к поступлению в театральное училище. Получив диплом о среднем образовании, Елена без доли сомнения подала документы в театральное училище имени Щепкина и успешно поступила в группу Сулимова и Коршунова. Любопытно, что известность к Елене пришла уже в зрелом возрасте. И даже не с той самой роли Марии из «Формулы любви», хотя именно ее помнят не только старшие поколения, но знают и современные зрители. Популярность к актрисе пришла сразу после выхода на экраны ситкома «Универ». Новая общага – в 2011 году. На тот момент актрисе исполнилось 49 лет, и к ее поклонникам среднего возраста добавился молодой зритель. Семейная жизнь актрисы складывается не так гладко, как карьера в кино. В студенческие годы наша героиня встретила своего принца на белом коне. Студентка влюбилась в своего преподавателя Леонида Фокина, большая разница в возрасте не смущала будущую актрису. По окончании «Щепки» она вышла за него замуж. Но счастье не сложилось. Брак продлился 11 лет. Однажды терпение лопнуло, и актриса собрала чемодан и ушла от Фокина навсегда. Расстались бывшие влюбленные как настоящие враги, и даже встречаясь в театре проходили молча мимо друга друга. Затем второй брак с актером Александром. Елена сблизилась с ним во время репетиции одного спектакля, в котором по счастливой случайности она подменяла одну актрису. В браке актриса родила двоих детей. Последняя беременность чуть не стоила ей жизни. Но несмотря на это брак двух актеров распался спустя 20 лет. Елена Викторовна очень тяжело пережила развод. Она с головой ушла в работу. Благодаря поддержке детей она смогла преодолеть этот тяжелый жизненный момент. Актриса старается держать свою личную жизнь подальше от чужих глаз. Она молчала бы и дальше, если бы не любопытные журналисты. Недавно актриса раскрыла свою тайну. Елена Викторовна в 60 лет пошла под венец. Новый супруг актрисы не из театральной среды. Известно, что зовут мужчину Андрей и он работает в столице финансистом. Можно только порадоваться за Елену Викторовну и пожелать ей безоблачной семейной жизни и интересных творческих работ.